24 на 7 Владикавказ. Здравствуйте. Значение для предпринимателей господдержки малого и среднего бизнеса трудно переоценить. Создаются специальные программы и фонды на всех уровнях власти. Так, во Владикавказе уже несколько лет работает фонд микрофинансирования. Результаты десятки выданных микрокредитов на самых выгодных условиях. Мясоперерабатывающее предприятие «Лидер» на рынке более 20 лет. Совсем недавно сменился собственник и юридический адрес. Переехали в новые, более просторные, удобные помещения. На поддержку нововведений фондом микрофинансирования администрации Владикавказа был выдан заем в размере 1 миллиона рублей. Свои задачи, которые поставлены у нас, бывают на каждый квартал, на каждый период, мы их выполняем. Это наше новое производство. На постоянной основе на мини-предприятии работает 7 сотрудников. Объемы производства 30 тонн в месяц. Самой разнообразной продукции. Представлена практически вся линейка колбасных изделий и мяса. Продукция давно зарекомендовала себя, представлена во всех крупных торговых центрах города. Нам нужна была сумма, мы ее оплачиваем, мы не подводим. Каждый месяц мы оплачиваем ту сумму, которая была оговорена с людьми, которые нам пошли навстречу и оказали сумму финансовой поддержки в 1 миллион рублей. Фондом микрофинансирования администрации Владикавказа за 2016 и 2017 годы было выдано 43 займа на общую сумму 42 миллиона рублей. На начало 2018-го кредитный портфель составил 35 займов на сумму 28 миллионов. Утро работников префектуры предприятия спецско-сервиса, а также административно-техническая инспекция начинается в 4 утра. Уборка всех улиц, вывоз мусора за пределы города, дабы очистить наш общий дом, сделать его краше и уютнее. Авгиевы конюшни. Иначе и не назовешь некоторые улицы города. Только вот в отличие от древнегреческой мифологии, где 30 лет не убирались, во Владикавказе ежедневно вычищают и наводят лоск. Но эта чистота только до 9 утра. Далее пакеты, ящики и другой бытовой мусор некоторые люди выносят и не доносят до ближайшей урны. Оставляется это прямо около дома или магазина. А это строго запрещено. Никакая уборочная техника не должна подъезжать к вашему дому за вашим мусором. Его необходимо донести до ближайшей урны. Сотрудниками административно-технической инспекции и префектуры проводятся ежедневные рейды с целью выявления нарушения санитарных норм. Составляются акты, наказывая двиновных рублем. Но некоторых жителей ничего не может пронять. Любовь к городу, к соседям, к самому себе они проявляют таким образом. У нас сегодня будет составлен протокол, сейчас инспектор наш поведет. На вас будет составлен протокол, чтобы вы выбросили мусор на улицу. Нарушение санитарных норм. Это же мусор, это мусор. Я сейчас отсюда тоже выброшу. Вот оставляете там его, сперва его собираете, а потом несете в ближайший контейнер. Конечно, никак нельзя отрицать своеобразные замечательности и полезности ремонта и обновления исторического лица Владикавказа. Красивые и ухоженные улицы. Они его гордость и слава. Но как быть с авгиевыми конюшнями улочек и закоулков нашего славного города? Где поискать того Геракла, который бы их почистил? Спросить нам разве что у Пушкина или все же у каждого владикавказца? Просто взять свой мусор, донести его до мусорки, выкинуть его в этот контейнер. И мне кажется, что очень многие проблемы будут решены. Если мы все более бережно будем относиться к санитарному состоянию Владикавказа, то, наверное, можно достичь чистоты. Я считаю, что это вопрос такой комплексный, потому что участие в уборке города, в его чистоте должны принимать абсолютно все жители нашего города, начиная с верхов и заканчивая простыми нами, горожанами. Цветы, опрятные балконы, чистота вокруг. Или мусор, свисающий из веток деревьев, или стоящий вдоль обочин пакеты с отходами. Что окружает тебя? Что выберешь ты? Наша съемочная группа решила запустить новую рубрику, где мы будем знакомить зрителей с отрицательными или положительными примерами того, как можно проявлять любовь и уважение к родному городу, к окружающим и к себе. 24 на 7, Владикавказ. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин